Фрагменты из книги «Дорогой тысячелетий. Экскурсии по средневековому Крыму». Издательство «Крым. Симферополь. 1966 год». Кафа Солдая Чимбало. Колония итальянских торговых городов в средневековом Крыму. Руины Солдаии. У поселка Уютное, предместе Судака, южнее Генуэрской башни, Астагвера, на самом берегу моря, где был торговый порт генуэрцев, ведутся раскопки до генуэрского поселения и укреплений X-XII веков. Раскопан неподалеку и могильник того же времени. Именно здесь и был найден тот бронзовый крест, который наряду с другими подобными находками говорит о реальном существовании средневековой русской колонии в Восточном Крыму. В период реставрационных работ Судакской крепости под генуэрскими стенами и башнями также обнаружили основания предшествовавших крепостных построек предположительно X века. Всемирно известная Судакская крепость стоит на высокой конусообразной горе между Судаком и поселком Уютное. Архитектурный ансамбль ее построек гармонически связан с окружающей эту крепость дикой и суровой природой. Не случайно, еще в середине XIX века Дюбуа де Монпере, побывавший почти во всех странах Европы, писал «Нельзя себе представить руин более прекрасных, величественных и вместе с тем меланхолических, нежели руины Судакской крепости». Русский историк Погодин заявлял, что во всей Европе нет развалин живописнее этих, никакие рейнские замки не сравнятся с ними. Территория крепости делится на два яруса – нижний, ограниченный рвом и наружными стенами с боевыми башнями, и верхний – цитадель. Вход в крепость через единственные ворота – северные. Хорошо сохранились пазы, по которым поднималась решетка, и следы устройства для подъемного моста через ров. Ворота крепости прикрываются двумя полубашнями. Западная ночь – имя консула Якоба Тарселла. Восточная называется башней Бернабо-Ди-Паранки-Ди-Пагано. Башни поставлены под углом друг к другу, чтобы можно было вести перекрестный обстрел на всем внутреннем пространстве предмостного укрепления. Стены крепости и башни сложены из местного серого известняка и песчаника. Высота стен здесь несколько меньше, чем в Кафе – 6-8 метров. Почти все башни – трехстенные, открытые изнутри. Они были теснее связаны с системой обороны города, чем замкнутые четырехстенные. Из целого ряда памятников в пределах крепости привлекают внимание две цистерны – подвальные помещения, перекрытые коробовым сводом. В стенах цистерн заметны круглые отверстия. Это выходы гончарных водопроводных труб. Назначение этих сооружений до сих пор не выяснено. Не ясно, резервуар или это для хранения запаса воды на случай осады крепости или складские помещения. Некоторые исследователи предполагают, что это подвалы, в которых держали предназначенных на продажу рабов. Гончарные трубы служили для затопления их вместе с людьми в случае бунта или военной опасности. Другое, не менее интересное сооружение находится с восточной стороны цитадели у ее подножия. К нему ведет широкая дорога от ворот. Это здание, перекрыто низким куполом, иногда называют мечетью, иногда капеллой. В его стенах прослеживаются местами четыре разновременных кладки, следы ремонтов и перестроек. На первоначальной штукатурке внутри здания открыта недавно фреска, изображающая святого Николая, покровителя моряков. Нарисованный тут же герб с изображением крепостных башен почти совпадает с одним из двух гербов на мраморном внутреннем портале южного входа, скромного снаружи и украшенного пышной резьбой изнутри. Позднее он был застроен мехрабом, молитвенной нишей, турецкой мечети. На портале надпись на латинском языке с гербами более выпуклыми, чем рельефный орнамент, что говорит об одновременности портала с его резьбой и надписи, которые указывают время возведения этого сооружения, и имя консула и его строителя. Отсюда есть основания предполагать, что первоначальное назначение постройки не культовое. Судя по всему, она могла служить консульской залой, присутствием местом, подобным в коронавитой палате Московского Кремля или Синьории в Генуе. После генуэстов здание не раз переделывалось и служило то христианской церковью, то мусульманской мечетью. Цитадель, или консульский замок, резиденция консула Шалдаии, обнесена мощными стенами с двумя большими прямоугольными башнями. На самой вершине стоит дозорная башня Кыз-Коле. В ясную погоду отсюда видны силуэты Аюдага и Петри. Крепость Судаке, выдающаяся памятник итальянской средневековой архитектуры, сохранилась лучше всех генуэстских сооружений Крыма. Генуэстцы воздвигли ее на огромном 150-метровом утесе, который круто обрывается с южной стороны прямо в море и относительно полога опускается к северу. Об этапах строительства крепости можно судить по высеченным на оборонительных башнях витиеватым латинским надписям, сообщающим, в каком году в правлении какого достопочтенного консула и коменданта Салдаии была построена тайная башня. Самая ранняя из обнаруженных надписей относится к 1371 году и наиболее поздняя к 1469 году. Но ряд письменных источников и упомянутые выше археологические открытия говорят о том, что генуэстцы в Салдаии вели крепостное строительство отнюдь не на голом месте и что оборонительные сооружения существовали здесь надолго до появления генуэстцев. Продолжение следует...